Следующий докладчик тоже из девелоперской компании. Никита Евдокимов расскажет о новых инструментах и о их подходе к расчету стоимость строительства на основе BIM-моделей. Компания Capital Group. И если можно, второй микрофон попросить для спикера. Уважаемые коллеги, добрый день. Меня зовут Никита Евдокимов. Я представляю компанию Capital Group. Наша компания является одним из лидеров рынка недвижимости сегмента бизнес-элиты премиум-классов, который специализируется в том числе на строительстве небоскребов. По сути, наша компания занимается созданием уникальных объектов и чутко смотрит на все те рыночные тенденции, которые есть на сегодняшний день. Старается гибко на них реагировать, старается становиться лучше, эффективнее, чтобы наши проекты соответствовали тому уровню качества, которого мы на них заявляем. Сегодня мы поговорим про достаточно важную для любого девелопера тему. Это оценка стоимости будущего строительства, будущего проекта. И, соответственно, сопряженная с ней подготовка материалов для проведения тендера. Сегодня вместе со мной Александр Осипов, компания BIM Академия, с которым мы вместе прошли пилотный проект по освоению новой технологии, которая включает в себя использование BIM моделей в этих процессах. Ну, собственно, перейдем, наверное, к самому процессу и ради чего все это было затеяно. Сейчас я тоже поприветствую всех новых, кто подтянулся к нам. Да, я директор компании Академия BIM, это консалтинговая компания, поэтому всех приветствую и по-честному это мой секретный доклад. Это рядом с Никитой. Так вот, ради чего, в общем, это все затевалось и какой путь мы прошли, что нам пришлось осмыслить и изменить. Ну, прежде всего, мы ставили перед собой цели это повышение эффективности подготовки тендерных материалов, которые, как известно, влекут за собой это и соблюдение бюджета проекта, и соблюдение его экономической эффективности в будущем. Соответственно, сопряженная цель это увеличение точности и сокращение сроков подготовки данных материалов. Это уже речь идет о нашей личной эффективности внутри компании, то есть насколько эффективно мы работаем. Ну и все-таки прийти к цифровизации этих процессов. Соответственно, для решения данных целей были поставлены задачи. Это и создание корпоративной базы расценок, и автоматизация формирования ведомости объемов на тендерных процедурах, и, соответственно, применение BIM-модели при расчете стоимости строительства. Как этот процесс выглядел в прошлом, ну и, наверное, частично еще выглядит сейчас, потому что не все проекты компании, к сожалению, но это пока ведутся с использованием BIM-технологий. То есть, да, мы имели дело с плоскостным проектированием. Наши внешние проектировщики имели в своих контрактах обязательство выдавать нам проектную документацию в форматах PDF и DWG. Мы эту документацию принимали. Силами внутренних экспертов мы ее анализировали и, соответственно, принимали как результат работ. Делали обработку входящих данных. В данном случае речь идет о подсчете объемов строительных. Формировали тендерные ведомости и, соответственно, на базе этих материалов проводили тендер. И в параллели занимались тем, что на базе этих же объемов проводили собственную оценку стоимости проекта. В текущем положении дел очень большое количество минусов, которые связаны и с большим количеством исходных данных, которые приходят нам от наших подрядчиков. Это и то, что данные эти обрабатываются ручным способом. То есть человеческий фактор участвует во многом количестве рутинных расчетных процессов, что в свою очередь может приводить к большому проценту ошибок в этих материалах. Ну и, соответственно, человек это не машина, ему требуется больше времени для того, чтобы производить подготовку данных материалов. Ну и при таком процессе контроль изменений достаточно сложная вещь, потому что изменения в проектной документации не всегда совпадают с изменением в тендерной. Проанализировав все это… Можно я добавлю? Верни, пожалуйста, обратно. Вот видите, оценка стоимости проекта, она, по сути дела, запускается в параллель, и вот количество изменений, которые, ну там, идут, они зашкаливают, еще больше усложняют задачу по оценке стоимости. Это действительно параллельный процесс, и это большая проблема. Да. Соответственно, проанализировав обозначенные проблемы, мы задались вопросом, что же нам делать дальше? Ну, первый ответ – это ничего не менять в самой сути процесса и заниматься исключительно повышением управленческой эффективности. Ну и вариант второй – это все-таки исследовать эту тему, и, коль уж мы стараемся внедрять в компании BIM технологии, применять их и в этих процессах в том числе. Соответственно, после этого родилась новая схема данного процесса, которая теперь выглядит вот так. Мы, как заказчик, формируем четкие, конкретные требования к предоставлению BIM-модели для наших проектировщиков, которые содержат в себе в том числе перечень необходимых параметров и данных. Соответственно, наши проектировщики теперь выбираются и работают посредством BIM-технологий. Мы в качестве результатов работ принимаем BIM-модель. И вот дальше перед нами встал вопрос с технологической точки зрения, как нам с этой моделью работать. То есть здесь нужна была технология, нужен был инструмент. И учитывая специфику нашей компании, мы все-таки инвестиционно-девелоперская компания, которая не имеет внутреннего проектировщика, нам нужен был довольно гибкий инструмент по работе с входящими моделями, который позволял бы не предъявлять супер жестких требований к проектировщикам относительно именований элементов или их кодирования. Мы сразу понимали то, что кодирование модели по правилам какого-то нашего внутреннего классификатора, оно просто невозможно на стороне проектировщика. Поэтому нам нужен был инструмент, который позволил бы нам ввести кодирование модели достаточно комфортно силами внутренних специалистов. Ну, соответственно, мы проанализировали те решения, которые на текущий момент есть на рынке, и нам попался продукт Sigma Estimates, который работает в связке с Autodesk Revit, ну и, соответственно, имеет коннектор к нему. Мы связались с коллегами, они, кстати, сегодня находятся здесь в зале, Питер, Магнус. Провели с ними несколько рабочих воркшопов, чтобы оценить, насколько данный инструмент логично и просто встраивается в наш бизнес-процесс и в наши ожидания. Пришли к выводу, что да, мы хотим работать с этим решением. Пригласили, соответственно, наших коллег из BIM Академии, которые уже технически нам помогали этот путь проходить. Я сейчас, наверное, передам слово Александру, и он расскажет о том, какая работа была проведена, в чем заключалась суть пилотного проекта и из каких частей технически состоит этот процесс. вопрос. Да. Была выбрана Сигма. И что такое Сигма? Это не просто оценка стоимости проекта. Это, в общем, инструмент, который решает целый комплекс задач, связанных со стоимостным анализом. Его можно применять от идеи до реализации. На самом деле даже можно заходить в эксплуатацию и использовать как у архитекторов, так и у подрядчиков. И на самом деле мы сегодня уже даже видим и есть коллеги, которые присутствуют на мероприятии, уже используют в своих бизнес-процессах Сигму. Это достаточно крупные компании. Опять же, Сигма объединяет и таблицы, и электронные таблицы, и базы данных в некую платформу, которая позволяет оперировать с этими данными для решения задач подсчета стоимости. Ну и опять же, классная функция любого продукта, и Сигма тоже и обладает, это наличие открытого API, наличие разных коннекторов, которые мы можем и допрограммировать сами, и решить с помощью них специфические задачи, которые у каждого клиента присутствуют. Ну и вот сам процесс стоимостного анализа, он выражен в общем-то в пяти пунктах, по четырем из них я пройдусь, потому что анализ стоимости всегда на стороне заказчика, и это его внутренняя кухня, как он выбирает из того объема тендерных заявок, это секрет, тайна и закрыта, наверное, в любой компании. Ну давайте попробуем пройтись. Мы говорим о создании корпоративной библиотеки строительных монтажных работ. На самом деле, да, здесь будет несколько видео, которые демонстрируют, как это делается. На основе Excel мы формируем в нужной форме некую библиотеку, да, и в принципе экспортируем и у Сигмы. У Сигмы достаточно широкий инструмент по экспорту, и не надо набивать некоторые вещи вручную, потому что классификаторы бывают большие, огромные, и работы тогда будет много. Занимаемся сопоставлением столбцов для того, чтобы условно из Excel они пришли в Сигму, и проверяем, и вот он, классификатор, лучше его называть базой данных внутри Сигмы. Интересная особенность добавления прайс-листов. То есть у каждой работы есть стоимость, и это тоже нужно указать. То есть первое, необходимо сопоставить работу с элементом, а потом сказать, сколько она стоит и из чего состоит. И в принципе, ну так же это делается на основе Excel, или, например, поступающих от подрядчиков, даже вордовских документов, которые можем переформатировать CSV. Опять же, мы сопоставляем колонки и получаем внутренние прайс-листы компании. Причем в любой момент времени мы можем удалять оттуда, добавлять достаточно гибкий инструмент. Как раз здесь показано, как мы кодируем. На самом деле берем и просто дракон-дропом переносим расценку на работу, и вот она получилась. Дальше еще одна интересная особенность. Тут идет демонстрация, как идет пересчет в разные валюты, потому что оборудование мы покупаем и в евро, и в долларах. Иногда нужно оценить весь проект в разных валюте для специфических задач. Здесь тоже это есть. Синхронизация идет вообще с неким ресурсом, который отслеживает международные курсы валют, и ты можешь получить стоимость, мгновенно пересчитав всю базу. Что же дальше? Как мы кодируем модели? У Sigma есть плагин для Revit, вот он выплывает. Мы коннектим модель с Sigma и начинаем присваивать работу к элементам. Вот тот самый классификатор, который сделан, и мы выбираем работы. Пример Бадаевского завода, достаточно крупный объект, но мы решили задачи и для этого объекта. И взяли, присвоили и прокодировали все элементы. Очень еще удобная история. Вот тут есть High Type Code элемент. То есть если мы видим, если нужно проверить, какие то элементы не закодированы, мы галочку кликаем и видим все элементы, которые остались не прокодированы. Достаточно удобный инструмент, потому что элементов модели может быть миллион или два. На самом деле формирование ведомости объемов работ. Опять же мы запускаем коннектор и перебрасываем объемы работ в Sigma, а дальше, как уже там был пример с прайс-листами, мы находим необходимую расценку и каждой позиции присваиваем стоимость и получаем таким образом эту самую ведомость и при необходимости с деньгами. Деньги как можно показать, так можно убрать. То есть, опять же, достаточно гибкая история, когда ты, оперируя одним классификатором, можешь вообще подставлять прайс-листы от разных подрядчиков и тем самым сравнивать решение. Самое интересное, что вот была такая кастомизированная задача, разработка плагина под задачи Capital Group. Есть определенная форма, которая отправляется подрядчикам и нужно, мы же не можем сломать все процессы в компании, они тут работали, жили с этими процессами, а мы пришли, все сломали и все перестало существовать. Поэтому, так как API открыт, мы можем разработать разные приложения, что мы сделали по заданию заказчика и перебрасываем это уже в Excel для тех, пока у кого нет Sigma. На самом деле, мы уже сейчас видим, что есть достаточно интересная цепочка, которую можно выстроить и с подрядчиком и вообще и с проектировщиком, где можно и использовать этот инструмент и отслеживать стоимость в ходе разработки проектной рабочей документации. Но там есть еще далеко идущие планы. О плюсах, минусах ты? Да. Ну, собственно, мы сейчас прошли этот пилотный проект, ну и отметили для себя ожидаемые плюсы, ну и, конечно, есть ряд ожидаемых минусов в том числе. Наверное, нечестно было бы о них не упомянуть. Но начнем, наверное, все-таки с позитивного, с плюсов. Да, действительно, используя более технически продвинутые инструменты, мы так или иначе снижаем риски по увеличению стоимости строительства, потому что понимаем, что даже при условии проведения тендерных процедур по проектной документации, а в проектной документации есть далеко не все, но, тем не менее, при наличии BIM-модели и инструмента, который грамотно с ней работает, мы эти риски можем нивелировать. Теперь мы работаем всего лишь с двумя форматами файлов. Это, соответственно, нативный файл модели и наш Excel, который как был, так и остался. Мы можем ввести корпоративную базу расценок теперь в едином ресурсе и по необходимости ее дополнять в нем же. Наши специалисты теперь освобождены от рутинных расчетных операций, то есть им нет необходимости, наверное, уже как раньше что-то обмерять в автокаде, перемножать там между собой, а они могут пользоваться физическими объемами, которые получают из информационной модели здания, что, соответственно, приведет к уменьшению процента ошибок в подсчетах. Ну и, соответственно, да, мы действительно ожидаем, что данная технология позволит нам сократить сроки подготовки материалов для тендера, что, в свою очередь, нас приближает к более быстрому выходу на строительную площадку. Ну и ложка дегтя для нас это, да, действительно новые технологии, они для нас влекут и увеличение стоимости проектирования, потому что не все проектные организации готовы по предъявленным заказчикам требований в те же деньги передавать результат своей работы в формате BIM-модели. Это и увеличение стоимости необходимости, комплектации рабочих мест наших специалистов, ну и необходимость проведения дополнительного обучения для них. Ну да, эти минусы действительно существуют на сегодняшний день, но мы надеемся, что они будут довольно быстро снивелированы теми плюсами, которые мы для себя здесь открыли и видим. Вот, спасибо за внимание. Подожди, еще там, нет, дай мне, пожалуйста, кликер. Я все-таки не выдержал и еще там один слайд добавил. Сегодня действительно выполнен пилотный проект. Понятно, что сейчас будет производиться там масштабная закупка софта. Дальше мы смотрим в будущее и думаем, какие плагины и связки мы допишем. Возможно, это будет и переход на форж, хотя стоимостная история очень скользкая. И, ну, у Сигма есть такие кейсы в Европе, где есть связки с форжом. Опять же, и мы все-таки должны перейти от оценки стоимости работы к приемке и оплате строительно-монтажных работ из BIM-модели. Сейчас я еще… Я сегодня уже, когда про суд мы говорили, мы говорили, что работаем и с подрядчиком. Вы знаете, когда подрядчик понял, как работать с BIM-моделью, то он сдает КС-ки из BIM-модели. И за этим действительно будущее. Да, мы действительно про это думали и обсуждали этот момент с Александром, что действительно у данного программного обеспечения и коллаборации этих технологий есть потенциал работать в том числе и с исполнительной моделью, которую мы получаем на этапе строительно-монтажных работ и попытаться формировать в этой же программной среде действительно формы КС-2 для закрытия объемов и их проверки. Да, еще раз хочу поприветствовать наших датских коллег Питер и Магнус. Они специально приехали к нам на университет для того, чтобы своими глазами увидеть, что же происходит в России в части BIM-а. И они отцы-основатели программы. На нашем стенде можно более подробно ознакомиться. И Питер и Магнус тоже готовы ответить на некоторые вопросы. Кто не разговаривает на английском, мы поможем с этим. Поэтому добро пожаловать к нам. Ну и готовы к вопросам. Спасибо. Сейчас будет куча вопросов. Здравствуйте, коллеги. Очень рад видеть, что такой рост. Это на самом деле замечательно, потому что на сегодняшний день других инструментов просто не существует. И мы знакомы с огромным количеством девелоперов, которые решают эту задачу схожим образом. И это здорово на самом деле, потому что это действительно оптимизирует работу. У меня к вам три вопроса. Вопрос первый. Работаете ли… Я видел, вы оформляете тандерную документацию. Работаете ли вы по 19-29 форме по давальческим материалам? Второй вопрос. Это как вы обновляете и с какой периодичностью вы обновляете базу расценок. И третий вопрос по тому, каким образом вы мониторите общий тендер, ну в случае, если вы не работаете с 29 формой. То есть мы знаем прекрасно, что есть компании, которые ваши же подрядчики специализируются на одном виде работ, и они в этом виде работ, например, в бетоне, они дешевле. Но если вы им дадите, например, бетонный фасад, то, соответственно, фасад будет дороже, чем если бы взялась специализированная компания. Вот мониторинг итоговых тендерных лотов у вас существует, не существует. Вот это третий вопрос. Спасибо. Ну, что касается формы, то мы все-таки коммерческая организация и работаем, ну, в общем-то, по своим внутренним. Речь о принципе. Принцип, да, действительно у нас существует форма. Минуту. На давальческих материалах. То есть вы заворачиваете в тендер именно работы с материалами или только работа с материалами? Все, да, вы ответили. Спасибо. И еще два вопроса. Второй напомните. Ну, ты по одному давай, ну, скромнее будь. Хорошо. Это вопрос по обновлению базы. То есть вы сказали, что у нас есть. А, база обновляется практически постоянно. То есть у нас нету типовых проектов, поэтому каждый проект привносит в нее что-то новое. И мониторинг лотов, пожалуйста. Насколько вы мониторите те лоты, которые ушли в обратную сторону? Ну, естественно, мы их мониторим. Другой вопрос. Все зависит, опять же, от того, что это за проект и насколько там это, ну, как часто там это требуется. Спасибо. Добрый день. Спасибо за заклад. Смотрите, такой вопрос. Вы все видите, что с переходом на проектное финансирование, девелоперские компании, в том числе и ваша, значительно сокращают сроки на разработку стадии P. То есть они каждый год все меньше и меньше. Но при этом вы хотите получить такую качественную модель на стадии P, по которой произвести тендерные процессы. Как это вообще эти две, скажем так, взаимно соперничающиеся с друг другом тенденции реально реализовать? Я понимаю, что этот проект пилотный, там, наверное, сроки были какие-то дополнительные, но фактически-то сроки на P крайне короткие. Спасибо за вопрос. Ну, на самом деле сокращение сроков производства стадии P для любого девелопера безотносительно технологий. Она существовала всегда. Чем раньше мы сделаем стадию P, чем раньше пройдем экспертизу, тем раньше выйдем в стройку. Тут ничего, по сути, не изменилось. Что касается добавления в эту цепочку технологий, соответственно, получения BIM-модели по заданным нами правилам, то да, мы стараемся работать с теми игроками проектного рынка, которые могут это сделать в заявленные сроки. Еще я можно дополню. Ну вот у нас есть хороший пример компании Bonava, которые использовали также Sigma. и какой-то момент времени они заказывали проекты на стороне. Там тяжело было добиться единого результата по кодированию. Все известные приключения, которые только могли быть. Никита уже вначале говорил о том, что они не просят сегодня кодировать модель проектировщика. Они принимают модели, сегодня концепция такая, они принимают модели, и их служба кодирует сама. Это так. И здесь еще, наверное, стоит отметить, если мы говорим все-таки про какую-то оптимизацию процессов, то при наличии модели мы себе же сокращаем срок формирования тендерных материалов. То есть раньше он занимал более долгое количество времени. Ну, соответственно, наверное, мы можем предположить, хотя вряд ли, что мы можем эту разницу отдать в более качественное проектирование. Сегодня же второй раз возникает этот вопрос на этой площадке, и, видимо, он реально наболевший. Добрый день, коллеги. Я хочу вернуться к вопросу, который Илья задавал, к стоимости. Вот на одном из слайдов было написано, что Sigma Estimate в том числе планирует ресурсы. В итоговой стоимости у вас лежит не только стоимость материалов, но и стоимость работы. А работы – это ресурсы, трудовые, механические. Как планируются ресурсы? Спасибо. Как планируют ресурсы? Во-первых, смотрите, вот, опять же, Никита ответил, что у них есть собственная база данных, где они заложили и стоимость ресурсов. Вот только вот так я отвечу на этот вопрос. На выполнение определенной единицы работы. Ну, тогда вопрос к Никите. Поскольку Capital Group работает традиционно с одним и тем же пулом подрядчиков, то есть средняя стоимость квадратного метра вам известна. Есть там комфортная цена для акционеров, там все такое прочее. Но если мы выйдем за рамки этого все-таки, и возвращаясь к Sigma, планирование ресурсов каким образом происходит? Вот вы спланировали, условно говоря, стоимость, сравнили все параметры, там подрядчики разные дали. А сами это ресурсы. Вы же, когда планируете, вы не знаете, у какого подрядчика какие ресурсы, какими он обладает. Как тогда можно планировать ресурсы до того, как мы получим предложение подрядчика? Может быть, стоит просить авторов программы об этом? Нет. Здесь вопрос больше системный, наверное, чем про само программное обеспечение. Скажем так, в рамках тендера на генподряд мы хотим видеть итоговую стоимость, куда входят и материалы, и ресурсы, которые мы можем, соответственно, потом сравнить. Что касается собственной оценки стоимости, это уже внутренняя экспертная оценка, которая производится на базе накопленного в компании опыта. И, Сергей, я думаю… И если возвращаться к тому, о чем говорил Александр, то да, это действительно ведется просто во внутренней базе расценок. Я бы сказал так, что мы еще… Вот сегодня, пройдя вот этот большой пилотный проект, мы на первой стадии, когда мы только формируем стоимость. Вы же уже говорите немножко дальше. Когда подрядчик выбран, когда подрядчик выбран, и нужно по-честному определить реалистичность и выполнение работы. Я думаю, что мы скоро или на следующем-то университете мы точно ответим на вопрос и о процедуре. Ну, мы пока туда не добрались и опытом… Ну, и вот Банава, она, по-моему, второй год работает с этим. Пока нет такого. И у нас время для последнего короткого вопроса и короткого ответа. Здравствуйте. Аркадий Миронов, Москва. Скажите, более точное определение стоимости проекта позволило управлять его маржинальностью как заказчик? Безусловно. Вот на примере этого проекта это позволило ее накинуть сверху цену за квадратный метр или уменьшить? Мне бы не хотелось здесь все-таки говорить про конкретный проект, потому что все-таки мы сейчас говорим здесь про пилот. Но в целом наше мнение такое, что если мы на всех этапах можем быстро и гибко оценивать стоимость, то и, соответственно, сравнивать ее с бюджетными показателями, то да, действительно, в будущем это отражается на маржинальности проекта, потому что это страхует нас от рисков превышения бюджета. В одном случае и в другом случае вообще его сокращение и оптимизация. Спасибо. Я тут еще, знаете, дополню. Дополню, ведь когда я смотрю немножко с другой стороны, со стороны автоматизации процесса, как это можно все в одну линейку увязать, почему до этого все не делалось, казалось бы. Потому что срок, за который ты можешь посчитать стоимость объекта, он превышает разумные границы. И, условно, когда новая версия даже тебе пришла, модели, хорошо, когда говорим о моделях, то уже поезд ушел и сравнивать-то поздно. Поэтому тут срок оценки сокращается, и мы можем, условно, каждую неделю анализировать проект вообще по изменениям. Каждую неделю это слишком, наверное. Ключевых изменений каждую неделю не происходит. Хорошо, но тем не менее, да, гибко и более быстро. Большое спасибо. Давайте поблагодарим докладчиков. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ